О выполнении Минских соглашений сегодня шла речь и в Киеве, где во второй половине дня прошли переговоры между представителями Украины и России в контактной группе по регулированию ситуации в Донбассе. Как сообщает агентство ТАСС, Леонид Кучма и Борис Грызлов обсудили подготовку к ближайшему заседанию, которое запланировано на 13 января. Между тем появляются все новые факты, которые свидетельствуют. Украинские власти не хотят выполнять договоренности, достигнутые нормандской четверкой. Так представитель Киева в политической подгруппе «Роман Бессмертный» объявил о запуске некоего нового процесса «Минск-3». Репортаж Алены Германовой. Все, о чем с таким трудом договорились в феврале прошлого года в Минске, Украину больше не устраивает. С юго-высоком стороны отношения Киев собирается развивать по новому собственному сценарию. Об этом в интервью на местном телеканале заявил представитель Украины в политической подгруппе, контактной группы по регулированию конфликта. С первого января начался «Минск-3». Но вы скажете, что он не оформлен документом. Да, никакого документа нет. Но извините меня, философия внутренних процессов говорит о том, что «Минск-2» даже на 50% не отвечает той проблематике, с которой столкнулась Украина и мир на территории украинского Донбасса. Это заявление в очередной раз подтверждает то, о чем эксперты говорят весь последний год. Выполнять минские договоренности в полном объеме Украина не собиралась. Ведь основные положения до сих пор остаются на бумаге. И едва ли, по сути, саботаж соглашений как-то ускорит решение конфликта. Изобретение новых форматов, о чем говорил представитель Украины, процесс, безусловно, занимательный, но не имеющий смысла без выполнения уже принятых на себя обязательств. Подобное вольное обращение и персональная трактовка содержания договоренностей, подписанных лидерами четырех стран, а именно так можно охарактеризовать заявления представителей Киева, лишь затрудняют процесс урегулирования. Заявляя о подобных то ли намерениях, то ли уже реализуемых проектов, киевские партнеры ставят в тупик как своих европейских коллег, так и представителей других переговорных сторон, потому что, как мы понимаем, это не более чем измышление, пожелание, возможно, украинской стороны, которая продолжает искать пути, как бы ей спрыгнуть с минского переговорного процесса. В своих заявлениях Бессмертный, впрочем, не ограничился критикой лишь минских соглашений. Досталось и партнерам Украины из ЕС. Якобы Киев, который, к слову, так стремится вступить в Евросоюз, не устраивает политика, которую ведут еврочиновники. Я не исключаю, что это поставит вопрос о судьбе Евросоюза и о новом факторе силы, о Центральной Европе. Я не говорю, что ЕС не будет. Но каким он будет, в каком формате, в какой территории, нужно понимать, что ЕС, который не осознает опасности нынешней России, такой Евросоюз не нужен европейцам. Об угрозе, исходящей от России, официальная украинская пропаганда заявляла не раз. На обывательском уровне такая политика приобретает уродливые формы. В ресторане Киева предновогодняя вечеринка. Перед посетителями разыгрывают спектакль. Палач в вышиванке под музыку перерезает горло якобы российскому летчику. Тому самому, которого террористы расстреляли в сирийском небе, когда ему пришлось катапультироваться со сбитого самолета. Восторженные зрители аплодируют и кричат «Слава Украине!». И так будет каждый русском, который придет на нашу семью. А вам я предлагаю еще продолжать веселиться и быть веселее, чем этот русак. Эта субкультура антироссийская, она имеет своих лидеров, своих идеологов и свои массы, которые поддерживают эту культуру. И безусловно, там лидеры внутри этой культуры борются за место выше под солнцем, за определенные рейтинги. Но остается огромная масса людей, которые никем не контролируемы, которые не слушают ни Яроша, ни техникубока, условно говоря, никого. И которые, уже неся за собой донбассский синдром, участие в боевых действиях в Донбассе, привыкли к своим экономическим вопросам, социальным, политическим, решать вооруженным и демократическим путем. То, что радикалы выходят из-под контроля, в очередной раз подтверждает недавний инцидент Закарпатья. Там на турбазу ворвались пятеро членов правого сектора, запрещенные в России организации. Нетрезвые мужчины размахивали оружием и требовали бесплатных угощений. В итоге конфликт прирос в драку. Пострадали работники заведения. Самих радикалов задержали. Курорты Закарпатья подсчитывают убытки. После инцидента ряд туристов из Европы спешно покинули турбазы. Этот грубый инцидент нанес огромный ущерб имиджу Закарпатья. О нем уже пишут в румынских, венгерских, словаских и чешских СМИ. Сотни тысяч закарпатцев выезжают за пределы Украины в поисках заработка. Поэтому, чтобы хоть как-то поднять Закарпатья, областная госадминистрация большие надежды возлагала на туристический сезон. Но Киев на инцидент с участием радикалов в очередной раз ответил молчанием. Ведь даже в собственном госаппарате справиться с радикалами украинские власти не в состоянии. Например, на своей странице в соцсети советник президента Украины Юрий Бирюков сравнил российских граждан с вредными и мелкими насекомыми, вызывающими чувство брезгливости. В свою очередь, представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила. Похожие примеры в истории уже были. В гитлеровской Германии когда-то сравнили славян с кроликами. К чему эти сравнения привели, хорошо известно. Алена Германова, Наталья Голубь, Первый канал, Киев.